Допустим, следующая ситуация, если жена увидела то, что муж, может быть, смотрит какие-то изображения, где нарисованы женщины, или еще что-то в телефоне, застала, увидела это, что она делает? А, возможно, ведь причина в ней самой? Может быть, она допускает какие-то упущения в том, чтобы муж достиг целомудренности? В действительности, дело обстоит так, что мужчина, когда выходит из дома, он встречает фитнес. Так вот, его жена, она должна эти фитнес обрубать, то есть должна как-то препятствовать тому, что он помогает ему в преодолении, украшаться перед ним, должна удовлетворять его страсть, должна сделать так, чтобы он не думал о женщинах, какие-то отправлять ему сообщения с приятными словами любви. То есть, жена должна делать все, что может, для того, чтобы муж не подвергся фитнесу, в рамках дозволенного. Допустим, говорит, когда мы заходим в дом, я не хочу, чтобы ты телефон брал. Она, как бы, устраивает в доме, такую делает атмосферу спокойствия, любви, взаимопонимания. Открывает для него какие-то программы и так далее, включает так далее. Знания, побуждают знания, малигдауры какие-то принимают участие. То есть, она должна предпринять все, чтобы этого не было сама, а не так, чтобы позорить его перед людьми. Ведь, возможно, действительно так, что именно она является причиной этого. Но точно так же и мужчина. Возможно, он тоже делает какие-то упущения относительно прав своей женой. Однако, у него не должно быть научения вот этих. Он не должен раскрывать вот эти двери сомнений. Он не должен постоянно контролировать, камеры везде ставить и так далее. Если есть какие-то, скажи прямым текстом, чтобы избавиться от этого, все оставь. То есть, прямым текстом говори, не надо крутить, вилять и так далее. Но не обвинять в чем-либо. Опять же, обращаться к ней наилучшим образом. Сказать, я хочу, чтобы наша семейная жизнь продлилась. Ты видишь, как этот шайтан, если, допустим, он в телефоне, хочет сделать раздор между нами и так далее. Давай оставим. Угу. Знаю. Да.